В центре внимания здоровья населения. Визит в Кировскую область Палпреда президента Российской Федерации в ПФО. Михаил Бабич посетил региональный сосудистый центр, узнал о пилотном проекте лекарственного страхования и решении кадрового вопроса в здравоохранении. Частные проблемы, но общие пути их решения. Главный федеральный инспектор по Кировской области провел прием граждан. Вопросы касались самых разных сфер. От незаконных действий представителей юридических организаций, даже и личных проблем. Обыкновенное чудо. Для семейных пар диагноз бесплодие больше не приговор. Чтобы стать родителями, им даже не надо никуда ехать. Наши корреспонденты смогли побывать в святая святых отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте. Это программа «Вести события недели». И тема недели. Это, конечно, визит в Кировскую область полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В центре внимания оказалось здоровье населения. С начала года смертность в Кировской области от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в 2,5 раза. Достигнуть такого результата удалось во многом за счет развитой сети сердечно-сосудистых центров. Михаил Бабич лично познакомился с работой регионального сосудистого центра. Репортаж Кирилла Алькова. Ставка на оперативность оказания экстренной медицинской помощи тяжело больным себя, конечно, оправдала. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза, по мнению экспертов, еще не предел. Когда счет идет на секунду, возможность доставить пациентов в кратчайшие сроки в учреждении с высокотехнологичным оборудованием играет едва ли не главную роль. Всего в нашем регионе на сегодняшний день работают 4 сердечно-сосудистых центра. Два в Кирове и по одному в Советске и Слободском. Центры буквально напичканы современным оборудованием. Везде установлены компьютерные томографы, аппаратура для поддержки дыхания и анестезии, оборудование для реабилитации. Для регионального сосудистого центра закуплены два магниторезонансных томографа и многое другое. Ставка сделана на оперативность лечения больного. Сразу ставится диагноз генеологический инсульт и леченический, потому что разные лечения совершают у этих пациентов. Ну и соответственно в разные отделения, в разных отделениях происходит освещение. На освещении много говорили о ходе программы по модернизации здравоохранения. По словам Полпреда, основную задачу регионы Приволжского федерального округа на данный момент уже выполнили. Заключены многомиллиардные контракты с поставщиками лекарственных средств. Полным ходом идет капитальный ремонт лечебных учреждений. Федеральные средства уже освоены более чем на 60%. Но есть и много минусов, о которых тоже нужно честно сказать. Это и недобросовестные подрядчики, которые не успевают в срок выполнить соответствующие работы. Какой-то степени строительный комплекс или местные организации, которые особенно работают на уровне районов, муниципальных образований, оказались не готовы к такому объему работ и к такому качеству работы, к тем требованиям, которые выдвигаются по качеству. Безусловно, есть проблема с поставщиками медоборудования, потому что, ну сами посудите, в двухгодичный период страна закупила гигантский объем медицинского оборудования. Поэтому, конечно, есть те поставщики, которые этим злоупотребили, и не того качества, то что это не доукомплектово направлено поступает. Отдельно полпред сделал акцент на проблеме лекарственного обеспечения. Причем Михаил Бабич сразу оговорился. В округе нет дефицита лекарств. Скорее речь идет о повышении качества и снижении цены на узкоспециализированные лекарственные препараты. Некоторые подвижки в этом отношении уже есть. В Слободском власти решились на уникальный эксперимент. Больные с хроническими диагнозами, которые не попали в категорию льготников, теперь смогут претендовать на получение препаратов. Плата составит лишь 10% от стоимости лекарства. Здесь будет эксперимент. Минздрав, соответственно, будет смотреть и по итогам эксперимента, делать свой расчет, обоснование. Может быть, эта практика будет действительно достойна того, чтобы ее реализовать на операльном уровне. Мы этот проект позиционируем как пилотный, который реализуется за счет средств именно областного бюджета. Мы заинтересованы в том, чтобы результаты действительно, скажем, можно было посмотреть, анализировать как можно быстрее. То есть в этом плане Слободской и Слободской район, то есть это два у нас муниципальных образования, будет участвовать город, Слободской и Слободской район. Достаточно, с одной стороны, репрезентативная, достаточно большая территория. Мы понимаем, то есть у нас есть гораздо более мелкие муниципальные образования и достаточно хорошая база именно медицинская. Учитывая ту скорость, с которой развивается сеть лечебных учреждений, не могла не зайти речи о кадрах. Медучреждениям нужны высококлассные узкоспециализированные специалисты. В большей степени дефицит ощущается, конечно, на селе. По мнению Полпреда, изменить ситуацию сможет только активное развитие инфраструктуры. Когда мы хотим молодого специалиста отправить в сельскую глубинку, в сельскую местность, мы должны не забывать, что по Конституции, по российским законам, мы как власть, как государство, должны обеспечить его соответствующими правами. Право на жилье, право на труд, право на воспитание, на образование детей и так далее. Если там этого пакета нет и государство его обеспечить не смогло, то очень сложно обязать молодого специалиста выполнить свои обязательства, в том числе финансовые, за обучение. И вот здесь начинается такой диалог, не очень лицеприятный, между работодателем и, соответственно, потенциальным работником. И вот каких-то таких однозначных решений, что вот так вот, люминь берем, отправляем или что-то взыскиваем, это очень сложно. В области активно реализуется программа по строительству служебного жилья. И это один из этапов по улучшению условий жизни на селе. Мы можем молодому специалисту выплачивать подъемные областные или федеральные деньги, для того, чтобы он, допустим, приобрел жилье. Но у нас есть населенные пункты, где последний раз жилье строилось 40 лет назад. Ну, почему, собственно говоря, в том числе и программу по служебному жилью запускаем, с тем, чтобы, то есть если мы приглашаем специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры, чтобы у них была возможность, пусть на условиях аренды, да, вот этой, значит, практически бесплатной, да, но все-таки жить в неких условиях, извиняюсь, чтобы удобство были в квартире, когда они, значит, через дорогу. Подводя итог своего визита в Кировскую область, Полпред не исключил, что многие пока еще экспериментальные проекты, которые реализуются на территории нашего региона, в ближайшее время могут быть реализованы и в других субъектах ПФО. Кирилл Альков, Денис Тружков, Вести, Киров. Вятские звероводы подхватили принцип энергоэффективности. В сентябре в одном из зверохозяйств области будет пущена в эксплуатацию газовая котельная. Это позволит на 30% снизить энергозатраты. Как такое стало возможным и как в целом сегодня живет звероотрасль, узнала моя коллега Юлия Шалаева. Лисица, песец, норка. У каждого своя клетка и домик. На одного зверя в среднем приходится один квадратный метр. Норки живут по две-три особи в специально оборудованных клетках. Решетка из оцинкованной стали, чтобы не портить мех. Заселение по половому признаку. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Чтобы не дрались. Спятые играют здесь по желанию, а вот обед строго по расписанию. Аппетит у всех в прямом смысле звериный. Каждому из питомцев зверохозяйства необходим животный белок. Наши подопечные звери – хищники. На 80% рацион состоит из кормов животного происхождения, отходы, переработки на мясокабинатах, рыбных цехов и так далее. Это сердце предприятия – кормоцех. Ежедневно здесь заготавливают по 50 тонн кормов. Отлаженная работа кормовой базы для хозяйства – вопрос принципиальный. Прокормить нужно без малого 130 тысяч зверьков. По технологии корм обрабатывают паром, а это дополнительные энергозатраты. Чтобы их снизить, меховщики решили модернизировать свою котельную. Топить не мазутом, а газом. Сейчас установка нового оборудования практически завершена. Это удовольствие дорогое. Более 30 миллионов. Но это позволит нам более эффективно использовать топливо. Газ, естественно, он дешевле, удобен для эксплуатации и более экологический такой продукт. В зверохозяйстве посчитали, газовая котельная позволит снизить энергорасходы на 30% и окупится в течение двух с половиной лет. По словам руководителя, сэкономленные деньги потратят на улучшение условий труда, заработную плату и дальнейшую реконструкцию хозяйства. Юлия Шалаева, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. Частные проблемы, но общие пути их решения. На неделе главный федеральный инспектор по Кировской области Фердуис Юсупов провел прием граждан. Вопросов было много и касались они самых разных сфер. От незаконных действий представителей юридических организаций до жилищных проблем. Подробнее о встрече с населением Кирилл Альков. В таких случаях, принято говорить, переполнило чашу терпения. Жители печально известной улицы Базовой каждый год обивают пороги всевозможных инстанций, коллекционируя отписки от чиновников. В 2011 году здесь был сделан долгожданный ямочный ремонт дорожного полотна. Однако выборочная реанимация не помогла напрочь убитой большегрузами дороги. В таких случаях, говорят, результат налицо. Многострадальная улица Базовая – одна из самых проблемных болевых точек на дорожной карте нашего региона. И судя по внешним признакам, действительно, ремонта здесь не было долгие годы. А робкие попытки городских властей хоть как-то подлатать дорожную артерию превращаются в одно и то же. Каждый год, сразу после таяния снега, местная дорога больше напоминает театр для военных действий. Алексей Иванов работает грузчиком на местной автобазе. И каждый день, добираясь на работу, рискует, ну если не своей жизнью, то подвеской своего автомобиля уж точно. Себя местные жители давно в шутку называют водителями-экстремалами. И правда, ведь здесь впору объявлять соревнования на внедорожниках. Главное – обзавестись с автомобилем с высокой степенью проходимости. Невозможно проехать так, чтобы чем-то не доцепиться. Машину жалко очень сильно. Налоги берут, а дороги не делают. Так что, как бы, не знаю, как по-другому решать этот вопрос. Сегодня на приеме у главного федерального инспектора жители многострадальной улицы. Слово просят предприниматели. Пока пешеходы страдают от отсутствия тротуаров, а водители разбивают свои автомобили, бизнесмены, в свою очередь, тоже терпят финансовые убытки. С точки зрения развития инфраструктуры, местные предприятия теряют позиции на рынке. Промп-зона развивается достаточно хорошими темпами. Людей много, и вот все идут лужи по колено. Пройти невозможно. Это вот инфраструктуры нет совсем. Окончательный вердикт городских властей. Ямочный ремонт улицы Базовой возможен только в следующем году. Что там можно планировать на сегодняшний день, это только на 2013 год. Потому что мы находимся в стадии формирования бюджета 2013 года, и можно говорить о каких-то новых объектах, которые появятся. В этом году мы на эту улицу не сможем прийти, потому что нет. Ну, вы сами понимаете. Проблема, с которой члены семьи Мозиных обратились к главному федеральному инспектору, тоже не решается годами. 15 месяцев назад районный суд города Кирова вынес постановление о переселении жильцов из аварийного дома. Семья уже готовилась отпраздновать новоселье, однако на рынке недвижимости не оказалось квартир с установленными судом ценовыми параметрами. Да и требования к потенциальному жилью были явно занижены. К примеру, взять хотя бы год постройки. Жителям могут предложить только квадратные метры явно не первой свежести. Мы до сих пор страдаем. Это выстраданные нами квартиры, и вы нам снова даете старое жилье. Вы знаете. Половину дома расстелили, половину оставили. Это очень обидно. Обидно за Россию. Представители администрации только разводят руками. Все сделано вроде бы по закону. Есть цена, которая декларирована Минрегионом, и мы ее не можем изменить. А где гибкость всей решения ситуации? Вот мы с вами в этой гибкости находимся с цены 27 до цены 35. Вот гибкость. У прокуратуры на этот счет свое мнение. Представители надзорных органов более чем сдержанно относятся к такой позиции городских чиновников. С момента решения суда было проведено 8 аукционов, и ни один из застройщиков не согласился предоставить жилье по изначально заниженным рыночным ценам. Правила игры, конечно же, диктует рынок. Но ведь и у города должна быть заинтересованность в исполнении решения суда. Мы здесь со своей стороны понимаем, что недостаточно активная и со стороны службы следственных приставов работа в какой-то мере осуществлялась, не с ними представление. На сегодняшний момент официально глава администрации города Кирова предупреждена об уголовной ответственности по статье 315. Если вопрос ставить таким образом, то мы будем ставить таким образом. То есть решать вопросы, возбудим уголовное дело, деньги сразу же найдутся. Сегодня разговор не гражданин должен идти к власти, а власть должна идти к гражданину. Это позиция, как хотите, так и воспринимайте. Я публично, при средствах массовой информации об этом говорю. И уже здесь в их службе студент представлен Николай Николаевич. Значит, это как бы в виде поручения ставить вопрос активизации доследственных проверок по существу исполнения судебных решений по предоставлению жилья. На следующей неделе в Кирове состоится расширенное совещание по жилищным вопросам. Проблема переселения горожан из ветхого и аварийного жилья будет рассмотрена одной из первых. Причем, как пообещали в аппарате главного федерального инспектора, эксперты дадут разъяснение по случаю каждой конкретной семьи. Кирилл Ольков, Денис Тружков, Вести, Киров. Президент Владимир Путин на неделе подписал указ о праздновании в 2024 году 650-летие основания города Кирова. Как сообщил в своем живом журнале Никит Белых, впервые о том, что городу надо уже готовиться к юбилею, прозвучало весной 2011 года в послании губернатора о развитии региона. «Я исходил из того, что чем раньше начнем готовиться, тем качественнее сможем подготовить план мероприятий, тем на больше объем поддержки со стороны федерации сможем рассчитывать». Об этом шла речь и на рабочей встрече в апреле этого года с Владимиром Путиным. И вот соответствующий указ президента подписан. Как пишет губернатор, празднование 650-летия – это далеко не только праздничные мероприятия. По сути, это комплексная программа развития города, включающая гораздо более смелые и амбициозные проекты, чем те, которые регионы мог бы себе позволить, работая в текущем режиме. О 650-летии города Кирова шла речь и во время визита в наш регион полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. «Указ просто определил дату проведения, по сути дела. Сам факт – это дату проведения этого празднования. Затем будет издан, соответственно, постановление правительства, которое пропишет и процедуру, и состав их комитета, и объем мероприятий, в том числе финансовых мероприятий, которые будут реализованы в рамках подготовки к этой дате. Другой раз, что она у вас очень отсроченная, это на 12 лет, поэтому время еще есть. Будет, соответственно, постановление правительства, если это будет как-то. О подготовке к юбилею областного центра и грандиозных планах городских властей говорили и на встрече главы города Кирова Владимира Быкова с журналистами, победителями конкурса журналистских работ «Мой город». У нас есть 12 лет для того, чтобы к этому подготовиться. Но это большая работа. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы вместе с вами и освещали ее. Потому что действительно нужно сделать очень много. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Обыкновенное чудо. Для семейных пар диагноз «бесплодие» больше не приговор. Чтобы стать родителями, им даже не надо никуда ехать. Наши корреспонденты смогли побывать в святая святых отделениях вспомогательных репродуктивных технологий. Особый случай кировчане познакомились с паблик-артом. К искусству в городской среде всех желающих приобщил американский художник Кэндл Хенри. Итог совместной работы – проект под названием «Внутри традиции». В год российской истории нашей телекомпании Государственный архив Кировской области в рамках проекта «Вятские война и мир» объявили конкурс эссе и рисунков. Тема «Отечественная война 1812 года глазами молодого исследователя» вызвала большой интерес среди учащихся школ области. На конкурс поступили работы даже из других регионов России. Рисунки победителей сегодня можно увидеть на сайте Госархива области. В ближайшее время там будут размещены и лучшие эссе об Отечественной войне 1812 года. И это наша ссылка недели. Новая технология сегодня проникает буквально во все сферы нашей жизни. Так, с конца июля, наряду с обычными повестками для вызова граждан в мировой суд, стала действовать процедура извещения участников судопроизводства путем СМС-сообщений. Граждане, теперь участвующие в уголовно-административном гражданском судопроизводстве, при первой явке в мировом суде, будет предложено получать СМС-извещение вместо писем и телефонограмм. У граждан, давших согласие на СМС-оповещение, теперь нет необходимости идти на почту за заказным письмом. Нововведение также дает больше времени на подготовку к процессу, так как СМС приходит значительно быстрее письма. При этом новый способ оповещения не устраняет привычные повестки. Начни ярко старт своей студенческой жизни под таким девизом. В детском загородном лагере «Орленок» в этом году прошла уже 12-я по счету смена студенческого актива «Шторм-2012». В последний день работы лагеря в гости к студентам приехал глава региона. Самые интересные моменты встречи в материале Кирилла Алькова. Лагерь «Шторм» – это своего рода уникальная образовательная тренинговая дискуссионная площадка для студентов кировских вузов. Едва ли не самая жаркая дискуссия разгорелась как раз накануне. Молодые люди очень эмоционально обсуждали проблемы экстремизма в молодежной среде. Позиция большинства национализм не стоит путать с патриотизмом. Разногласия на национальной почве только разлагают молодежную среду. Отсюда недопонимание, что еще хуже открытые столкновения. Экстремизм – это целенаправленное действие каких-то общественных группировок или целых сообществ, имеющих политическую подоплеку, ну и направленных на разложение общества изнутри. Много говорили о перспективах развития муниципальных образований и о том, что в результате децентрализации именно сельские поселения и округа, близкие к народу, должны отвечать за решение проблем в отдельно взятом районе. Какие, может, меры программные планируются по развитию инфраструктуры сельских поселений? Мы как раз, когда принимаем решение о том, что выделять средства на то или иное направление по сельским территориям, да не только по сельским, но этот подход общий, главное, что мы смотрим, это, собственно говоря, какова перспектива этой территории именно с точки зрения молодежи. Гости посоветовали и самим молодым людям более активно участвовать в возрождении их малой родины. Тем более, что 14 октября во всех муниципальных округах региона пройдут выборы. В этой аудитории не мог не зайти разговор и о кадрах. Многие студенты, будущие работники бюджетной сферы, учителя и врачи. И молодые люди хотят знать, готово ли государство оказывать им поддержку при трудоустройстве. Правительство региона готово идти навстречу молодым специалистам, в том числе и выплачивая подъемные за трудоустройство на селе. Для молодых людей, для них и деньги не самое главное, что кто не готов в отличительную часть ехать в сельский, просто потому что там нет необходимого социума, нет того уклада жизни, к которому они привыкли и так далее. Вот тут уже надо тогда выбирать. Если мы говорим про деньги, пожалуйста, миллион рублей, едьте, скажем, в такой-то территории. Нет, не хотим. Зашла речь и о формировании имиджа нашего региона. Помимо общих тезисов о необходимости развивать региональные бренды, много говорили об имидже самого Никиты Белых. Многих студентов интересовало всегда ли главе региона удается отстаивать свою позицию и насколько можно быть вообще принципиальным в большой политике. Ответ для некоторых прозвучал неожиданный. В ситуации, когда президент, в прошлом премьер, задает вопрос, почему губернатор находится в отпуске, о котором я всех уведомил в соответствии с законом и более того, 3 года в отпуск не ходил, у меня естественная реакция. Если бы я на тот момент сказал, что там, да, виноват, все нормально, значит, там как бы там проехали, хотя, еще раз говорю, тема, которая там поднималась, там, к тому времени уже была там исчерпана, закрыта, там и так далее, ничего бы не было, да? Ну вот, собственно говоря, там, сейчас, как, 5 минут позора и пинар. Ну вот, значит, я ответил то, что, как бы, я считал, как бы нужно, меня не жалею о том, что я это сказал. Говорили также о заказных материалах в прессе, о черном пиаре и о пробелах в российском законодательстве. Студенты сошлись во мнении, что некоторые законопроекты уже устарели и требуют пересмотра. Главное, чтобы к мнению молодых людей теперь прислушались их старшие коллеги. Кирилл Альков, Владимир Подлевских, Вести, Киров. Еще совсем недавно в Кировской области супружеские пары с диагнозом бесплодие не могли и мечтать о том, чтобы стать родителями. Помощь им могли оказать лишь в клиниках за пределами региона. Сегодня, чтобы мечта о таких семей исполнилась, уже не надо никуда ехать. Второй год в перинатальном центре Кирова работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий. И сегодня уже можно подвести первые итоги его работы. Длинное и не сразу понятное обывателю слово «экстракорпоральное» в переводе с латинского означает «всего лишь вне тела». Основной смысл экстракорпорального оплодотворения в том и заключается, что слияние женской и мужской половых клеток происходит в лаборатории, а не в организме женщины. Под многотысячным увеличением микроинструментами врач-эмбриолог сначала выбирает лучший по форме и движению сперматозоид, затем зрелую яйцеклетку. Поймать сперматозоид и проколоть оболочку яйцеклетки и ввести туда сперматозоид. Эффективность лечения методом ЭКО в перинатальном центре Кирова за год увеличилась на 4%. Сегодня составляет 35, что больше среднемирового показателя и огромный успех молодого отделения. Каждый из его дружного коллектива, где 5 докторов, средний и младший медицинский персонал, вносит свою лепту в общее дело, не забывая о том, что даже методом ЭКО беременность дается свыше. После того, как эмбриологам завершена процедура слияния половых клеток, начинается ожидание первого результата – оплодотворения. Суббота и воскресенье мы приезжаем сюда. Каждые сутки мы смотрим, отмечаем, как развиваются эмбрионы. Без этого нельзя. В зависимости от качества эмбрионов и их количества, врач выбирает оптимальное время для переноса одного или двух лучших в организм женщины. Бывает, что кто-то цепляется, кто-то обратным током возвращается. То есть эмбриолог проверяет под микроскопом, все ли пусто и находятся ли на самом деле эмбрионы в матке. То есть мы контролируем по УЗИ, мы видим пузырьки воздуха на УЗИ, что содержимое в матке. Оставшиеся после процедуры переноса качественные эмбрионы обязательно будут сохранены на случай, если первая попытка ЭКО окажется неудачной, или на случай, если через какое-то время родители захотят второго малыша. Спустя менее двух лет работы в отделении вспомогательных репродуктивных технологий уже отработаны основные схемы лечения. Лучшие методики 30-летнего мирового опыта проведения ЭКО постепенно становятся доступны и в Кирове. Мы получили беременность после переноса криоэмбрионов после разморозки. Мы получили беременность после ЭКО с использованием сперматозоидов, полученных в результате биопсии яичка. То есть для нас это как бы успех. Разумеется, работу начинали не с нуля. Подготовка продолжалась на протяжении нескольких лет. Был создан единый областной регистр бесплодных пар. Затем в перинатальном центре начали выполнять подготовку женщин к ЭКО. Саму процедуру они проходили в Чебоксарах. С открытием отделения ВРТ в Кирове у супружеских пар с диагнозом бесплодие появилась возможность пройти лечение, не выезжая за пределы региона. И к тому же бесплатно. В прошлом году за счет региональных и федеральных квот было выполнено 215 процедур ЭКО. В 2012 году запланировано провести лечение 350 супружеским парам, которые страдают бесплодием, методом вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств областного и федерального бюджета. На сегодняшний день на разных этапах лечения находятся или прошли лечение 238 супружеских пар. И до 1 декабря 2012 года отделение вспомогательных репродуктивных технологий и департамент здравоохранения планируют, что весь предложенный объем будет выполнен. В результате экстракорпорального оплодотворения в Кировском перинатальном центре на свет появилось уже 38 малышей. Не останавливаясь на достигнутых результатах, команда специалистов отделения ВРТ уже планирует покорять новые вершины. Одна из самых желанных – внедрение в работе лазера, что даст больше возможностей при микроскопической работе с клетками. 16 сентября в России отмечается День работников леса. На неделе лучшие специалисты лесной отрасли были приглашены на торжественный вечер. По уровню объема использования лесов наша область стабильно находится на лидирующих позициях в Приволжском федеральном округе. И на протяжении последних лет уровень объема продолжает уверенно расти, невзирая на последствия экономического кризиса, который, безусловно, коснулся лесопромышленной отрасли. И главная заслуга в этом принадлежит, конечно же, вам. Работникам лесничеств и предприятий ЛПК города Кирова, Нагорского, Юрьянского, Мурашинского и Слободского районов за многолетний добросовестный труд в лесном комплексе были вручены почетные грамоты и благодарственные письма правительства области. Как было сказано, это действительно лучшие специалисты, настоящие мастера своего дела, которые двигают вперед не только лесной комплекс, но и экономику всей Кировской области. И еще о профессиональных праздниках. Поздравления на этой неделе принимали сотрудники банков, финансовых организаций и учреждений. 8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом учредил Министерство финансов. С тех пор этот день отмечается как профессиональный праздник работников финансовых органов. Министерство финансов на протяжении всей своей истории играет одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны. В Кировской области на сегодняшний день финансовой деятельностью заняты 8 тысяч человек. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма правительства области. Особый случай. Кировчане сегодня могут познакомиться с необычным видом искусства. Public art в переводе с английского означает общественное искусство. Это искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством. 20 лет паблик-артом занимается американский художник Кэндал Хенри. На неделе полем для его творчества стал Киров. Все желающие могли принять участие в созидании проекта под названием «Внутри традиций». Несколько дней совместного творчества и результат можно увидеть у театра на Спасской. Подробнее Анастасия Вайнолович. Проекты паблик-арта тесно связаны с территорией, на которой они создаются. Кэндал Хенри объединил 20 кировчан, чтобы в течение недели создать проект под названием «Внутри традиций». Идея проекта родилась в обсуждении. Мы гуляли, искали что-то, что может помочь нам передать историю места, что-то характерное для Кирова и подать все это в современном виде. Вдохновительницей стала дымковская игрушка. За основу взяли форму вятской достопримечательности и решили наполнить ее современным содержанием. Известен есть факт, что у нас Киров – это родина Циолковского. Вот поэтому я решила сделать женщину-космонавту углубиться вот в эту тему. Главное, говорит Полина, чтобы идея была понятна людям, и чтобы твое искусство доставляло удовольствие и могло вызвать улыбку. Паблик-арт – это не только стрит-арт. Есть масса-масса форм, которые может человек, художник, в широком смысле художник, выражать себя, свои идеи в публичном пространстве, доносить их до людей. И с этими формами мы хотим познакомить. И вот с этого проекта, с мастер-класса Кэндалла, мы начинаем целую годовую программу о знакомстве именно с всеми форматами современного искусства, с которыми можно работать в открытом пространстве. Когда работа была окончена, участники проекта приступили к его презентации. Они маршем пронесли фигуры дымковских барынь по центральным улицам города и развернули выставку своих работ на площадке у театра на Спаске. Кировчане сразу же проявили большой интерес к такому виду искусства. Игрушка дымковская – это наша, но как-то ее приобщить к сегодняшнему дню, почему бы нет через такое уличное действие. Я вообще поклонник всего того, когда люди, то есть не когда люди должны идти за искусством куда-то, а когда искусство приходит к людям. И это в наши дни очень актуально, потому что все люди бегут, а так бежишь, бежишь, увидел что-то такое интересное, остановился, задержался, приобщился к хорошему. Поэтому вообще позитивно. Теперь на кировских улицах есть и работа, выполненная нью-йоркским художником. Его дымковская красавица сделана в стиле хай-тек. Я хотел сделать что-то, отражающее индивидуальность. Ты можешь увидеть в ней собственное отражение или отражение города. Организаторы мастер-класса «Кэндалла Хенри» обещают и в дальнейшем знакомить кировчан с различными проявлениями современного городского искусства. Долгой вятской зимой будут создаваться проекты, которые жители города смогут увидеть следующим летом. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников и Денис Тружков. Вести. События недели. И по традиции в конце выпуска о погоде. Днем в воскресенье в городе и по области будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, южный. Температура воздуха в Кирове плюс 14, плюс 16. По области 12, 17 градусов тепла. Ночь на понедельник будет облачной с кратковременными дождями. Ветер переменится на северо-западный и усилится до 50 метров в секунду. Температура воздуха опустится в Кирове до плюс 8, плюс 10. По области до плюс 6, 11. В понедельник днем в городе и по области будет облачно с прояснениями. Вероятно, кратковременные дожди. Температура воздуха в Кирове плюс 12, плюс 14, по области плюс 10, плюс 15. Солнечная активность слабая, геомагнитное поле спокойное. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания.